Сегодня мы приготовим лаймовый висельник. Что нам для этого понадобится? Для этого нам понадобится такой лайм. Я его хорошенько помыл. Потом мы проделаем иголочкой в нем дырочку. И я вставил вот такую вот проволочку в него. Вот таким вот образом. Смотрите. Литр самогоночки я взял, 42 градуса. Один лайм. Вот так вот продел проводок. Смотрите. Таким образом закрепил на крышечке. И сейчас мы оставим его где-то примерно, я думаю, на неделю. И посмотрим. Принцип тот, что самогон не соприкасается с лаймом. И его пары как бы вытягивают из лайма все вкусовые его, ну, все вкусовые качества вытягивают. И посмотрим, что получится. Я уже делал лимонный висельник. Ну, мне не очень понравилось. А как лайм будет, посмотрим. Встретимся через недельку. Прошло две недели. И наш висельник на лайме должен быть уже готов. Посмотрим, что стало с лаймом. Так, лайм, ну, немножко потемнел. Потемнел. Ну, изменился не очень сильно. Так, откладываем его в сторонку. А наша настойка цвета, она не поменяла. Сейчас я перелью в бутылочку, и мы посмотрим, какая она на вкус. Перелил в бутылочку наш лаймовый висельник. И сейчас мы его продегустируем. Буль-буль-буль. Попробую. Ну, друзья, пахнет лаймом. А сейчас попробуем на вкус. Ну, что я могу сказать. Лайм ощущается. Но, друзья, я бы оценил все-таки где-то на 3 с плюсом, на 4. Мне кажется, вкуснее просто добавить, как я делал уже на одном видео. Просто лаймы немножко сделать на отрезы и кинуть просто в самогонку. Мне кажется, так получается более вкуснее. Ну, пить можно. Вкус приятный. Что-то, ну, так слегка лаймовый. Так что, друзья, попробовать можно. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...